Некоторые огородники очень опасаются, что рассаде не хватает влаги, поэтому поливают иногда излишне часто. Хотя помидоры, например, очень выносливые растения и недостаток влаги переносят очень хорошо, гораздо опаснее для рассады, когда ее переливают, когда для корней избыток влаги. И вот, чтобы проверить это на практике, насколько опасно, когда влаге недостаток для растений, я провел небольшой простой эксперимент. То есть взял и часть рассады, просто прекратил поливать, пока не появятся явные признаки нехватки влаги, что произойдет с растениями и как они это перенесут. Я взял и не поливал рассаду примерно неделя, даже с лишним. И вот, когда влага вся была растениями выработана, то рассада начала вянуть и стала выглядеть примерно так. После этого я просто-напросто полил рассаду, как обычно поливаю в достаточном количестве, и все, и оставил на некоторое время. И вот, прошло примерно минут 15-20, не больше, и рассада полностью восстановилась. То есть завядшие растения поднялись и опять стали бодрыми и здоровыми. То есть это говорит о том, что рассада вполне легко очень переносит недостаток влаги. И даже можно, если некогда за ней следить очень тщательно, можно даже поливать только тогда, когда появятся явные признаки недостатка влаги. То есть растения начинают увядать. Это рассада, которую я полил после этого эксперимента. На всякий случай я еще за ней переглядывал несколько дней. И вот прошло уже дней 5 после этого, и рассада, она никакого вреда не претерпела. Это видно по растениям. То есть они растут, выглядят очень бодрыми и ничем не отличаются от той рассады, от контрольной, которую я не доводил до такого момента, когда влаги стало им не хватать. Вывод следующий. Для рассады гораздо опаснее перелив, чем недолив. И если даже получится так, что рассада будет какое-то время испытывать недостаток влаги, в этом ничего страшного. Просто потом поливаем ее, и она будет расти дальше. И никакого вреда ей от этого не будет.